Всем привет! Это Ирина Воскресенская и вот такое яркое меню, очень вкусное. Я уже кое-что попробовала. Сегодня будем с вами готовить. Приготовим вот такой пирог пицца. Винегрет у меня здесь, капуста с грибами. Морковные маффины с ягодами, очень вкусные получились. И у нас тут гороховый суп. Вот такие вкусняшки у меня сегодня получились. Кто не подписан еще на канал, обязательно подписывайтесь. Здесь готовят вкусно. А мы начинаем с вами готовить. Начнем приготовление супа. Здесь у меня замоченный горох на ночь с небольшим количеством соды. Сейчас я это все промою и мы поставим отвариваться горох. Горох я промыла. Отправляем в кастрюлю, заливаем водой и ставим на плиту. Теперь подготовим овощи. В сковороду наливаем небольшое количество растительного масла. И нам надо потереть морковь и лук. Все, овощи мы подготовили. Теперь можно сделать зажарку. Горох у меня закипел. Первую воду мы с вами сливаем. Заливаем опять водой. Воды наливаю побольше. Доведем сейчас до кипения. И будем варить с вами 30 минут. Горох закипает. И сейчас вот эту пену, которая будет образовываться, ее нужно снимать. Мы ее уберем. И будем уменьшим огонь и будем готовить 30 минут. Пока готовится горох, я делаю зажарку. Здесь у меня половина луковицы. Она у меня была достаточно большая. И одна морковина. И делаем зажарку. До того времени обжариваем, пока морковь у нас не станет мягкой. У меня здесь 3 картофелины. И нужно порезать их кубиком. Я нарезаю достаточно таким, но не мелким, а средним кубиком. Картофель отправляем в горох. Горох у меня уже варился 30 минут. На этом этапе можно уже немного посолить. Горох у меня практически весь уже разварился. Потом еще в конце попробуем и добавим соль, если нужно будет. К зажарке я добавлю сухой чеснок, куркумы. Она цвет красивый даст. Много ее не надо, а просто так для цвета. Я еще буду добавлять копченой паприки. Кстати, можно сейчас ее добавить. Можно в конце, давайте сейчас добавим, потому что зажарка уже готова. Можно еще копченой паприки добавить. Тоже немножко больше для аромата. Ну все, сейчас минутку еще прожарим. Морковь уже мягкая. Зажарочек у нас готова. После того, как я добавила картофель, довела его до кипения, я проварила 10 минут. То есть картофель у нас практически уже готов. Теперь отправляем туда зажарку. Суп у меня достаточно густой получается. Прям такой суп-пюре. Если хотите пожиже, можно добавить кипяток. Но мне пока все нравится. Цвет сразу поменялся. Такой приятный оранжевый стал. Ароматы очень хорошие здесь. Значит, доводим сейчас опять до кипения. Сделаю прям маленький огонь. И будем с вами готовить до того состояния, пока картофель будет прям совсем мягкий-мягкий. Ну то есть картофель должен хорошо свариться. И все. Добавим. В конце можно добавить зелень. И суп готов. Все, суп у нас готов. Я попробовала. Картофель уже мягкий. Чуть-чуть досолила. Посмотрите, как хорошо разварился горох. Осталось добавить только зелень. Если вы используете свежую зелень, то можно просто в чашку добавлять. У меня зелень мороженая, поэтому я ее немножечко проварю с супом. Прямо вот одну минуту и все. Супчик готов. В конце покажу, как еще вкуснее сделать такой суп и как его подавать. Готовим следующее блюдо. Это у нас будет капуста с грибами. Наливаем немного растительного масла. У меня было 250 грамм грибов. Небольшую часть я оставила. Мы это и будем использовать в следующем блюде. Вот столько пойдет на капусту. И здесь у меня уже капуста. Эта капуста заморожена. Я ее вынула из морозилки. Очень удобно. И готовится очень быстро такая капуста. Томаты растаяли. Немножечко протушились. Теперь отправляем сюда грибы. И немного сразу я добавлю специи. Это куркума. Чуть-чуть. Только для цвета. Сушеный чеснок. Можно свежий поделить. Немного черного перца. И добавим соль. Все перемешала. И дадим грибам минут 5 протушиться. Чуть-чуть, чтобы они у нас так даже не протушились. Немножко пожарились с овощами. И уже будем добавлять капусту. Минут 5-7 подождем. Прожарила я грибы 7 минут. Обязательно это делайте. Чтобы уходил вот этот сырой грибной вкус. Они сейчас у нас и протушились немного. И морковь уже мягкая. Капусту сейчас добавляем. Капуста у меня еще раз скажу мороженое. Поэтому она готовится будет очень быстро. Очень мне понравилось морозить капусту. По вкусу она абсолютно не отличается от свежей. Готовится гораздо быстрее. Сейчас накроем крышкой. Чтобы капуста быстрее разморозилась. Потом добавим еще специи. И будем уже тушить до готовности. Капуста у меня растаяла. Если вы используете свежую, то это просто пропускаете. Так, теперь давайте капусту посолим. Перчик. Добавим я очень люблю черный перец в тушеной капусте. И я добавлю немного базилика. Сушеных травок. Можно любые использовать, какие у вас есть. Ну и немного я добавляю горячей воды. Я люблю тушеную капусту. Именно чтобы она как будто в соусе немножечко была. Прям слегка не плавала. Но чтобы жидкости немного было. Если вы любите, чтобы капуста была как жареная, то тоже воды не добавляйте. Но смотрите, чтобы она у вас не пригорела. Чуть попозже мы еще добавим копченые паприки, когда будем пробовать на соль. Сейчас просто надо довести до кипения. Закроем крышкой. И я думаю, что у меня минут через 15 капуста будет уже готова. Потому что, еще раз скажу, у меня мороженая капуста. Она готовится очень быстро. Вот так. Вы будете смотреть, если со свежей. Зимние сорта, они достаточно такие жесткие. Поэтому будете смотреть, чтобы капуста была мягкая. Чтобы она вам нравилась. Периодически будете через минут 15-20-25 пробовать. Я думаю, что, наверное, свежие 30 минут будет тушиться. Вот так вот что-то. А мы с вами уже через 15 минут попробуем. Все, у меня закипело. Я делаю маленький огонь. Закрываю крышкой. И буду тушить минут 15. Потом посмотрим. Все, я уже попробовала. Капуста у меня готова. 20 минут она у меня тушилась. Периодически ее пробовала. Сейчас я добавлю копченой паприки для аромата. Очень нравится эта специя. Вот где ее использую. Я еще добавлю зелень. Нет, зеленый лук мороженый. Побольше добавим. Чуть-чуть соли. Я попробовала уже. Немного не хватает. Уже в конце обязательно попробуйте, чтобы вам все нравилось. Чего не хватает, добавьте. Все размешали. Сейчас накрою крышкой. Дам протушиться еще пару минут. И все. Блюдо наше готово. Здесь у меня натертая на мелкой терке морковь. Я добавляю сахар. Растительное масло. Воду. И щепотку соли. И надо перемешать. Перемешиваем просто лопаточкой. Будет этого достаточно. Перемешали. Теперь добавляем муку. И разрыхлитель. И просеем. Теперь перемешаем. Вот такое тесто у нас готово. Вот такое оно. Сюда можно добавить еще сухофрукты. Обычно добавляю изюм. Сегодня у меня его нет. И я решила добавить черной смородины. Здесь у меня 100 грамм замороженных ягод. Добавляем чайную ложку крахмала. Перемешаем. Добавляем ягоды в тесто. Еще раз перемешаем. И выкладываем уже формочки. Формочки очень удобно. Силиконовые. У меня будут бумажные. Можно вытыкать как один пирог. Форма где-то не больше 20 сантиметров. Все, тесто у нас готово. Раскладываем по формочкам. Получилось у меня 9 штук. Завешиваю я их для того, чтобы они были приблизительно одинаковые. Значит, приготовятся за одно и то же время. Духовка уже разогрета на 180 градусов. Ну, естественно, до сухой палочки. И вот наши маффины готовы. 30 минут они у меня были в духовке. Вот такие они. Симпатичные. Они очень вкусные, сочные. Я их очень люблю. И понравятся тем, кто и не соблюдает пост. Это очень экономная, очень простая. И очень вкусная выпечка. Ну и давайте попробуем маффин. Вот так хорошо он у нас тут пропекся. Даже внутри. Видите, он такой весь ровненький, оранжевый. Такой воздушный, сочный, очень вкусный. Уже не раз делаю. И делала с сухофруктами, с курагой, с изюмом, с орехами. Но, мне кажется, с ягодами будет еще вкуснее. Готовим следующее блюдо. Здесь у меня дрожжи. К дрожжам добавляем 1 столовую ложку сахара. И немного, слегка теплой воды. Перемешиваем. И оставим на какое-то время. Как только дрожжи активировались, Теперь добавим к ним муку. Щепотку соли. 3 столовых ложки растительного масла. На форму сразу тоже немножечко масла добавлю. И нам нужна вода. Замесим тесто. Тесто должно достаточно быть жидкое. Где-то жидкое. Обычно сначала ложкой замешиваю. Потом венчиком, чтобы комочков не было. Ну вот, все. Комочков не осталось. Все хорошо я размешала. Венчик упираем. Закрываем крышкой. И оставляем в теплом месте. Ну вот, на кухне я просто оставлю. Где-то на 30 минут. Пока тесто у нас стоит. Сделаем начинку. Я беру грибочки. И нарезаю их пластинками. И прям вот на небольшом количестве растительного масла. Сейчас их обжарим. Ну так слегка. Эту румяность. Так вот, чтобы они все-таки уже были полуготовые. Берем форму. Она у меня смазана растительным маслом. Где-то, по-моему, 26 или 28 она у меня. Тесто хорошо подошло. Оно жидкое. Очень часто я с таким тестом заливаю. Грибные пироги. Ну и сегодня мы сделаем открытые. Типа пиццы. Ну, именно вот с таким незабитым мукой тестом. Распределяем по форме. Выкладываем начинку. У меня это жареные шампиньоны. Грибы сильно не зажаривайте, потому что они еще будут жариться в духовке. Поэтому только так вот слегка. Теперь у меня здесь еще красный лук. Прямо свежий к воде. Потому что он будет зажариваться. Это будет вкусно. Очень хорошо. В таких пирогах, открытых на пиццах. Именно просто свежий как-то. Немного добавляем сушеного базилика. Сушеного чеснока. Можно просто еще посолить и уже отправлять в духовку. Но у меня есть сыр тофу. Покупаю я его в магазине. Магнит у дома. Это информация для нижегородцев. И я еще тофу потру сверху. Но и без тофу этот пирог получится очень вкусно. Духовка у меня уже разогревается на 180 градусов. И выпекается он 30-40 минут. В зависимости от вашей духовки. Черный перец для аромата. И обязательно надо добавить соль. Потому что грибы я не солила. И тофу он пресный. Так что вот так соли немного добавим. Отправляем выпекаться. Как вы увидите, что тесто по краям зарумянилось. Все, пирог у нас готов. Ну а пока выпекается пирог, приготовим с нами винегрет. В чашке буду готовить. И вот смотрите, очень удобно. Вот такие силиконовые крышечки. Потом все закроешь. И можно убирать в холодильник. Это охранить. Очень удобно. Как-то я вам показывала. На Азоне я такие заказывала. Но мне кажется, в Фикс Прессе еще какие-то такие были. Что будем использовать? Ну я уже заранее отварила овощи. Это картофель, морковь, свокола. У меня здесь зеленый лук. Зеленый горошек. Соленые огуречки. И красный лук. В принципе, тут ничего сложного нет. Просто мы все нарезаем. Красный лук оставляю вот так, перышками. Разберем его. Будет красиво. И все остальное режу кубиком. Выкладываем в салатник. И заправлять я не буду. Заправлять буду уже порциями, сколько будем откладывать, чтобы он у нас подольше сохранился свежим в холодильнике. А так все вот сейчас буду нарезать кубиками. Овощи я нарезала. Сейчас отправляем сюда горошек. Овощи я режу достаточно мелко. Не люблю крупные нарезанные овощи. Не грите. И горошка люблю тоже очень много. Пожалуй, все банку и отправим сюда. Сейчас все перемешаем. Закрою крышкой и отправлю пока в холодильник. Можно заправлять с растительным маслом, которое с запахом вот такое. Можно майонезом. Я люблю и так, и так. И буду заправлять сначала маслом один день, потом другой день с майонезом. Вот такой вот винегретик мы с вами приготовили. Ну вот, у нас все готово. Давайте еще раз посмотрим, что мы сегодня с вами готовили. У нас вот такой гороховый суп-пюре. Сейчас я покажу, как его сделать еще вкуснее. Вот сам по себе он уже очень вкусный, ароматный. Горох развалился очень хорошо. Вот этот способ, прям его берите на заметку, замачивайте с небольшим количеством соды. Вот такая у нас тут тушеная капуста с грибами. Много грибов, овощей, пряностей. Капуста очень вкусная. Вот такой пирог пиццы у нас получился. Такие у нас маффины морковные. Они очень ароматные и сочные. Хорошо, что я добавила ягоды. Даже мне кажется, с ягодами вкуснее, чем с изюмом. Ну и у меня компот с красной смородиной. Тут сахара нет, просто красная смородина. Так, сейчас я положу супчик и покажу, как я его буду подавать. Вот, я положила супчик. Берем сухарики, потом сухарики. И я добавляю еще маслины. Вернее, оливки. Вот такое сочетание. Оливки и сухарики очень вкусно. Пробуйте мои рекомендации. Ну и я забыла вам показать винегрет. Он получился очень яркий и вкусный. Так что его тоже показываю в кадре. И еще раз все, что мы сегодня с вами готовили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok